Всем привет, канал 100-балльный репетитор! Сегодня продолжаем разборы 19-х задач из реального ЕГЭ, конкретно это из ЕГЭ 2019 года. Убедимся, что на самом деле набрать пункт А и Б, то есть набрать 2 балла в этой задаче из 4 возможных, вполне реально, посильно, быстро и бывает достаточно просто. Погнали! Есть вот такое x-калагра по x плюс q равно 0. Это уравнение такое, типа в общем виде, все дела. x1, x2, корни значит натуральные, корни различные. И пункт А. q равно 55. Найдите p. Говорил вам, что вието нужна на курсе, на легионе, всегда это повторяю, еще когда только первой частью занимаемся, потому что вието и в 18-м номере встречается, и вот в 19-м тоже нам пригодится. q это 55. Что такое q? Это произведение корней. q равно x1 умноженное на x2 по теореме Виета. И произведение корней равно 55. Эти корни натуральные, значит они больше чем 0 и не равны 0. Ну не равны 0, это понятно. Но смотрите, что нам в произведении даст 55. Но либо это 1,55, ну и наоборот может быть 55,1. Либо, помните, я говорил, что разбивать число на простые множители, это полезно. На что делится? Только на 5 и на 11. Либо это значит 5,11 и 11,5. Если бы корни были целые, то мы бы еще добавили минус 1, минус 55, минус 5, минус 11. Так, а что такое p? p это коэффициент b. Мы его так называем. Я не понимаю, зачем они поставили буквы другие. Окей. За что он отвечает? Сумма корней по теореме Виета x1 плюс x2 равна как раз минус p. То есть давайте найдем все возможные суммы. Ну вот здесь, если мы сложим вот эти корни, то здесь будет 66. Это 66, ничем не отличается. 16 и 16. Так вот, сумма у нас две разные суммы всего получилась. Либо это 56, не 66, либо у нас 56, либо 16. Но сумма корней это минус p, а нам нужно p. Ну, значит, это p равно минус, ну, противоположное для суммы число. То есть ответ, либо у нас p равно минус 56, либо у нас p равно минус 16. Все, вот она первая задача. Первый пункт, первый балл мы уже получили. Идем дальше. В пункте b нам известно, что сумма этих коэффициентов это 30. Ну, давайте еще раз. Что такое коэффициент p? Это минус x1 минус x2. Мы уже говорили, что минус p это x1 плюс x2, значит, просто p минус x1 минус x2. А что такое q? Это x1 умножен на x2. Давайте p плюс q тогда что такое? Это x1 на x2 минус x1 минус x2. И равно это 30. Ну, смотрите, сделаем одну простенькую вещь. Здесь вынесем x1 за скобки. В скобках получим x2 минус 1 минус x2. Ну, не хватает чего здесь? Не хватает сюда жахнуть бы плюс единицу. Давайте мы и сюда жахнем плюс 1. Ну, тогда и справа жахнем плюс единицу. Жахать единицу разрешается. Получаем x1, x2 минус 1. Здесь вынесем, вот так получается, вынесем минус за скобки. В скобках получим... Что здесь было? x2. В скобках получим x2 минус 1. Ну, потому что здесь тоже теперь будет минус. Равно 31. Теперь x2 минус 1 выносится за скобки. Скобка получается x1 минус 1. И равно это 31. Зачем я это сделал? Я разбил на множители. Ну, да, справа не 0. То есть мы это сейчас не решим. Но мы приходим к тому, к чему часто приходим в девятнадцатых задачах. Произведение равно какому-то числу 31. Причем мы знаем, что каждый из этих множителей, это числа будут... Но если даже x2 равно 1, там, или x1 0, это уже невозможно. Потому что произведение тогда будет 0. Но так значит у нас x2, x1 больше чем 1. Значит, вот это вот положительное натуральное число. И это положительное натуральное число. А 31, какие множители имеют? На что делится 31? Да ни на что. Кроме как на единицу и на 31. Больше оно ни на что не делится. Значит, варианта 2. Либо вот это равно 1, а это 31. То есть, смотрите, либо x2 минус 1 равно 1, а x1 минус 1 равно 31. Второй вариант наоборот. Либо x2 минус 1 равно 31, а x1 минус 1 равно 1. Все, вот они, два вариантика у нас нарисовались. Здесь мы получаем x2 равно 2, x1 равно 32. Здесь у нас... Ну, вот такие корни у нас получили. Здесь у нас все наоборот. x2 равно 32, а x1 равно 2. Так, что надо было найти? Надо было найти q. q это что? Произведение корней. Но так как у нас корни либо 32, 2, либо 2, 32, то произведение, оно в единственном виде получается 64. Получается q равно 64, и это еще один элементарный балл, который можно очень быстро и очень просто получить в 19-й задаче. Задача из реального ЕГЭ. А теперь пункт В. Он должен быть точно потяжелее. Разность квадратов. Давайте тогда скажем, что это такое. q минус p на q плюс p. Это 2, 1, 0, 8. Предлагаю делать то, что мы уже делаем не первый раз. Разложить на простые множители. На что делится? На 2 это 554, да? 500, 1000, 1054, 1, 0, 5, 4. Но еще на 2. Так, это уже 500 и 27, походу, да? 527. На что-то еще делится? Ну, на 3 делится. Здесь 9 плюс 5. Нет, на 3 не делится. На 3 нет, на 5 нет. На 7, может быть? Сколько у нас там ближайших? 490 и 37. На 7 тоже не делится. На 13, может быть? Там что-то есть, типа, 390. 137. Вроде тоже на 13 нет. Так, сейчас на 17 давайте попробуем. Уже что-то мне чуть-чуть боязно. Так, давайте на 3. А, нет, все нормально. Это будет, сколько? 31. На 17, 31, 31, простое число, единиц. Все, разложили. На простые множители получилось 2, 2, 17, 31. Ну, давайте будем как-то этим пользоваться и попробуем какие-то варианты здесь нарисовать, что может быть. Ну, во-первых, P точно отрицательное. P точно отрицательное. Это понятно, потому что x1 и x2 положительные. Если P отрицательное, то вот этот вот множитель будет больше, чем этот, потому что здесь Q, получается, прибавится, число минус на минус даст нам плюс. А здесь, так как P отрицательное, будет как раз здесь разность. То есть вот это вот больше, больший множитель, а вот это вот меньше множитель. Хорошо, но только если P равно 0, а P равняться 0 не мог быть. Значит, они точно не могут быть равны. Хорошо, это точно больше множитель, а это точно меньше множитель. Ну, давайте попробуем. Если вот это вот 2, 1, 0, 8, то тогда это единица. Хорошо, давайте без двойки. Без двойки тогда вот это вот 1, 0, 5, 4, а вот это вот двойка. Давайте без 2 двойка, 502, или нет, давайте сначала переберем все варианты, которые у нас могут быть по 3. Смотрите, я взял без двойки, без этой двойки то же самое. Без 17, это что, это 31 на 4. 31 на 4, это 124. То есть 124 и, так, без чего? Без 17 и 17. Давайте без 31. Это, так, здесь, значит, будет 31, а здесь будет 4 на 17, 40 плюс 28, 68. То есть я сделал как? Что здесь 1, а здесь все, ну, всего 4 множителя, правильно? Здесь вот по 3 делал, а здесь по 1. Давайте теперь, когда у нас 4 множителя здесь, 1 множитель здесь, осталось только один вариант разобрать. Точнее, одно множиство вариантов, когда у нас здесь 2 множителя и здесь 2 множителя. Ну, может быть, 4, 4 и 17 умножить на 31, это что у нас? Это 527, вот такой вариант. Может быть, вариант, когда 2, 17, 34 и 2, 31, 62. 62 и 34, может быть, еще какой-то вариант. Смотрите, у нас 2 было с двойкой, 2 было с 17, 2 с 31, у нас получился оставшийся вариант. Вот, на самом деле, все варианты у нас есть, которые могут быть. Можем ли мы что-то из этих вариантов убрать? Давайте попробуем. А, вот здесь солнце падает так, противно, и ничего не видно, да? Солнце, вот когда-то надо, блин, уходи. Буду загораживать сам. Вот. И давайте посмотрим, а что, какие варианты мы бы могли здесь убрать. Так, у нас здесь что? Q минус P на Q плюс P. Что это значит? Смотрите. Это значит, вот если Q, например, нечетная и P нечетная, то вот здесь разность будет, какая четная, и сумма будет тоже четная. Это если они оба нечетных. Если они оба четных, то же самое. Если они разной четности друг с другом, то здесь будет разность нечетная, И здесь тоже будет разность, сумма здесь тоже будет нечетная. Я к чему это говорю? То, что как бы у нас не было, у нас в любом случае q-p и q-p, эти множители будут одной четности. То есть, если q-p четно, то и q-p четно. Если это нечетно, то и это нечетно. Одной четности. Тогда все с разными четностями можно убирать. Вот, например, вариант номер один не подходит. Почему? Потому что 2108 единица разной четности. Это одной четности, это разной четности, это разной четности, это разной четности. 62 и 34 одной четности. То есть, у нас осталось всего два варианта. Либо это 1054 и 2, либо это 62 и 34. Рассмотрим случай номер один. Случай номер один, он же у нас под номером 2 здесь. Это 1054 и 2. Когда q-p, q-p это у нас 1054, а вот q плюс p, q плюс p равно 2. Вот, можно это попробовать решить здесь как систему. Давайте так и сделаем. q равно 1054 плюс p. А можно было попробовать поставить в уравнение и найти в уравнении дискриминанты и поработать с ним. Так, 1054 плюс p, значит q плюс, а вместо q я пишу 1054 плюс p, еще прибавляю p, равно 2. Делю все на 2, получаю 527 плюс p равно 1. И получаю p отрицательное, но оно в принципе такое должно быть. p равно 1 минус 527, это минус 526. p равно минус 526. Ага, ну тогда смотрите, что. А нет, все нормально, да? p равно минус 526. Я что-то подумал, что тогда что-то не так. Все нормально, тогда можем найти q. А отсюда получается, что q равно, но если они в сумме с этим дали 2, то значит 528. 528. Смотрите, у меня получилось q, получилось p. Замечательно. Можно ли найти сразу, что произведение 528, а сумма, это минус p, это сумма 526. У нас с вами есть, что q плюс p, вот этот вот множитель, он равен 2. Давайте скажем, что это такое. q это x1 умножить на x2, а p это минус x1 минус x2, и вот эта вот вещь равна 2. Давайте проделаем с этим то же самое, что мы уже умеем делать. x1 на x2 минус 1, прибавим сюда единицу, получаем минус x2 минус 1. То есть я здесь что сделал? Прибал единицу, сюда прибал единицу, значит получил здесь 3. Тогда я получаю, что x1 минус 1 на x2 минус 1 равно 3. Смотрите, произведение равно 3, а вот это вот очень просто, если каждый из множителей натуральный, то либо это 1 3, либо 3 1. Значит у нас пара чисел, но если это 1, то x1 равно 2, а здесь 4, либо 4 2. То есть у нас либо x1 равно 2, а x2 4, либо наоборот, x1 равно 4, x2 равно 2. И тогда, тогда мы должны сказать, смотрите, вот мы же разбираем вот эту пару, 1054, 2. Двоечку мы получили, теперь мы должны значит получить 1054. 1054 это q минус p, а q минус p это у нас x1 на x2 и минус p, значит плюс x1 умножен на x2. И вот эта вот вещь должна равняться 1054. Проверим это сначала для пары 2 4. 1054, ну что здесь получается? Здесь плюс, здесь плюс. Ну явно нет, да, потому что 8 плюс 2 плюс 4, это точно не 1054. И в обратную сторону это тоже не работает. Смотрите, мы доказали, что вот эта вот вещь, вот этот второй вариант не подходит. Почему? Потому что если у нас q плюс p равно 2, это возможно только при таких парах x, но тогда мы никак не получим с вами 1054. Остался один только вариант 62 и 34. Ну вот он наверняка получится, потому что не может быть в пункте v вообще никакого ответа. Так, q минус p 62, q плюс p 34. Давайте выразим q равно 62 плюс p. Значит, 62 плюс p плюс p равно 34. Отсюда 2p равно 34 минус 62. Это 28. Со знаком минус, да? Значит, p равно минус 14. p равно минус 14. 62 минус 14 это 48. Значит, q равно 48. Здесь вроде бы понятно. То есть, смотрите, произведение корней 48, а сумма корней это минус p, то есть это 14. Но это 6 и 8. Это 6 и 8. Значит, один корень 6, а второй корень восьмерочка. Вот так дорешивается эта задача, и хотелось бы акцентировать твое внимание на то, что пункт a и b действительно простые пункты, которые мы очень быстро разобрали. Пункт v не должен быть супер простым, тогда бы, ну, не за что было бы давать 2 балла за пункт v здесь. Вообще 19 задача, она вот раньше была одной целой задачей, она была какого-то там уровня сложности. Теперь это как будто бы 3 отдельных задачи. И если так посмотреть на это, то пункт a оценивается в 1 балл, b в 1 балл, а это значит, они не должны быть сложными. И пункт v в 2 балла. Вот и все, мы будем продолжать разбирать 19 задачи. И будет еще много чего полезного и нового на этом канале, поэтому обязательно подпишись. Да и гэм мы многое, что успеем сделать. Пока!